Заключительным элементом для данной композиции в качестве заключительного элемента будет создан вазон. Вазочка. Картинки я вам приблизительно и показывал. Вот что-то наподобие такого вазона, может быть более вертикальной. Создается он по тому же самому принципу, что и все остальные элементы. К примеру, фонарь, урна, некоторые ее детали. Возможно, смоделировать с помощью модификатора, который называется ладе. Итак, для того, чтобы нам смоделировать данную модель, смоделировать данный объект, нам необходимо построить сплайн. Все опять же отталкивается от сплайна. Я перехожу в окно проекции Front и буду с помощью сплайна создавать данную форму. Где у нас? Вот она эта форма. Да, соответственно, глядя на нее, необходимо выстроить все точки. Выстроить все точки. Хотя бы примерно. Потом это, опять же, напоминаю вам, что можно подредактировать. Поэтому не пугайтесь, если что-то, какую-то точку поставили не туда. Вот так вот получается. Сплайн, конечно, немного великоватый, но мы его потом откорректируем. Вот так. Следующая точка. Напоминаю, что кривую безъема мы можем построить с помощью прижатия левой клавиши мышки и перетаскиванием за нее. Чтобы, когда вот такая ситуация возникла, чтобы переместиться ниже, мне необходимо нажать на клавиатуре клавишу I. И, опять же, еще раз повторяю. Так, 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 и непосредственно заканчиваем сплайн. Да, вот такой у нас вазон получился. Эти сразу мы немного точки поджимаем. Да, то есть Таким вот образом Вот эту точку можно превратить в конор Выстроить вот таким образом Далее мы просто-напросто редактируем, опять же, сплайн Редактируем сплайн Ну, какой нюанс, вы же спросите, да? Какой может быть нюанс? Нюанс заключается в том, что Нижняя монолитная часть вазона Она должна быть, соответственно, создана целиковым куском Да, пусть будет это камня Далее Находится вот В самой емкости, в самом там объеме вазона Находится углубление Соответственно, нам нужно все это просчитать перед вращением И создать Ту форму, которая просто-напросто Которая будет играть Нам на пользу А не получать То, что вздумается Итак, вот форма Основная форма вазона построена Да, конечно, можно это все Опять же, редактировать, редактировать Видоизменять Можно так вот красиво загнуть Следующим шагом Нам необходимо создать Вот эти самые углубления И монолитные формы Для этого Можно было, конечно Построить Вручную Данный сплайн Достроить Но мы будем, опять же, пользоваться Инструментом Outline Который работает на уровне На уровне сплайна Я применяю этот инструмент Применяю этот инструмент К модели И далее Доделываю То есть, управляю точки То есть, если я сейчас Поворачиваю Этот объект То он будет Полностью полый А мне необходимо Чтобы полость Примерно начиналась Вот отсюда Поэтому я Вот эти все точки Выделяю Внутренние Кроме вот этой точки И нажимаю Delete Удалить Где у меня тут Delete Удаляю И перемещаю эту точку Вот сюда Да, с этой точкой Я тоже самое делаю Удаляю Эти точки Я тоже Удаляю Удаляю До Вот этой Области В которой От которой Необходимо будет построить Повращать сюда Ну, конечно Получился Возон Крутой Да, это Мы можем Соответственно Тоже Объем Повысить Изменяя Края Вот таким Образом Этот край Можно подредактировать Вот так Немного Изменив Касательную Да Изменив Касательную Далее Редактируем Редактируем Подравниваем Чтоб Все красивенько Получилось И переходим К следующему Шагу Переходим К следующему Шагу Это непосредственно Выставим Сейчас с вами Это тоже Можно точку Удалить Это подстроить Чтоб Было По вертикали Теперь Необходимо Настроить Точку Вращения Для этого Я захожу Во вкладку Иерархия Нажимаю Кнопку Эффект Пивот И вручную Двигаю Ее Таким Образом После этого Отжимаю Кнопку Эффект Пивот Захожу В модификаторы И применяю Лада И применяю Лада Вот что у нас В итоге Получилось Да Я рассчитывал Что этот Возон Возоны Будут Как бы Аллею Притворять Мне осталось Домоделировать Какой-нибудь Постамент Пока Бокс И потом В следующем уроке Мы с вами Посмотрим Вот К примеру Такой Вот Сначала Я его Сейчас Конфигурацию Поменяю 1500 На 1500 Ой Сюда На 1500 Выровнять Его Кроме Оси Z По центру Да И Подровнять Пятьсот 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 Можно так Здесь Можно тысячу Да То есть Здесь Более Простые Шаги Способы Создание Таких Объектов Опять же Можно Поворачивать С четырьмя Углами Тогда В четыре Угла Превращения Можно Воспользоваться Модификатором Bevel Более Провехи Профайл Который Мы С вами Будем Рассматривать На Следующем В следующих Уроках Уроках Сейчас Я Пытаюсь Все Достроить Хотя бы Примерно Нашу Композицию Это Я сюда Перенесу Ну, надеюсь, это все не свалится, да, единственное, что я не сделал, это нужно все это теперь подровнять. И у нас получилась итоговая вот такая картинка, по центру сейчас выставлю точку, вот такая композиция у нас получилась. Теперь это все выделяю, группирую, вазон, вазон, и выставляю в начале аллеи, так, к примеру, здесь, здесь, и в конце аллеи, такое наше микро-мини-аллеи. Далее копирую все элементы, сейчас подвину их все в середину плейна. Далее копирую вот эти наши элементы, две разных урны, фонарь и скамьи на противоположную сторону, отражаю их и получаю вот такой результат. Надеюсь, теперь у вас не возникнет никаких вопросов по созданию, да, вот здесь у меня получились пропоины. Я сейчас перейду в изолированный режим, то есть выделю данную группу, нажму на Alt-Q, либо правой клавишей мышки и Isolate Selection, изолировать выделенную область и подровняю, открою группу, Open и подровняю все эти элементы. Хоп, хоп, вот все, теперь закрыть группу, Close, выйти из изолированного режима, опять все прокопировать, таким образом, сюда поближе, и посмотреть то, что получилось уже в окне перспективы. Вот в итоге, что у меня получилось, какая композиция. Мы с вами можем ее отрендерить, осветить, но к этому мы приступим, чтобы сейчас не забивать голову, приступим немного позже. Надеюсь, что, повторяюсь, у вас не возникнет никаких сложностей теперь при создании любого элемента экстерьера, будь то скамья, вазон, парапет, лампы и так далее, и так далее. Спасибо за внимание.